Это краткая инструкция по выживанию в мире зомби-апокалипсиса Лего-версия. Но с вами, как всегда, Папа Лего. Поехали! На дворе лето, у вас отпуск или каникулы, и вы проснулись чуть позже обычного. Не спеша вставать с кровати, вы берёте телефон и начинаете читать новости. Новостей непривычно много. Весь интернет полон странными видео, где обезумевшие люди бросаются на прохожих и пытаются их съесть. Все напуганы и в панике, но вы посмотрели это видео до конца и знаете, что делать. Вирус может быть разным. Это могут быть классические зомби или всё ещё живые люди, которые заразились новым большинством. В некоторых случаях лучше остаться дома и никуда не выходить. Но если на улице ещё мало заражённых, то лучше не терять времени и уехать подальше от города. В первую очередь возьмите ваш рюкзак, он есть почти в каждом доме. В него мы сложим только самое необходимое. Параллельно включите новости и слушайте всё, что говорят. Это поможет больше понять о том, что происходит и как вирус передаётся от человека к человеку. Пока нет точного ответа, будьте аккуратны с водой из-под крана. Возможно, вирус передавался через неё. Используйте воду из туалетного бачка, фильтра для воды или чайника. Предварительно прокипятите всю воду и после этого перелейте воду в бутылки. Из еды стоит брать только то, что долго хранится. Консервы, крупы, сухие завтраки. Обязательно возьмите спички или зажигалку, чтобы развести огонь. Их стоит упаковать в пластиковый пакет для защиты от влаги. Берите нож, фонарик и батарейки, лекарства и мыло, телефон и зарядное устройство, изоленту, леску и, если есть, верёвку. Небольшой блокнот и карандаш тоже не будут лишними. Крепкий алкоголь и сигареты – это плохо, но если они есть, их стоит взять с собой. Алкоголем можно обработать раны, а вместе с табаком он станет новым платёжным средством, ведь обычные деньги быстро потеряют свою ценность. По этой же причине обязательно заберите из дома все драгоценности – золото и серебро. Ну и, конечно же, возьмите свои документы. Вещей больше, чем на один рюкзак брать не стоит, иначе вы потеряете свою мобильность, что может быть критично в мире зомби-апокалипсиса. Максимум, что можно взять – это ещё одну дополнительную небольшую сумку или чемодан, но так, чтобы вы могли унести все вещи за один раз и вам не пришлось возвращаться. Когда вещи собраны, настала пора выбрать подходящий наряд для такого необычного случая. Праздничный костюм можно оставить для сына маминой подруги. Вам лучше выбрать более надёжные вещи, к примеру, куртка из натуральной кожи. Для зомби будет сложно прокусить такой материал. Также можно взять и рыболовную жилетку вашего деда. Большое количество карманов станет хорошей заменой разгрузочного жилета. Если у вас нет строительного респиратора, используйте обычную повязку на лицо. Пропитанная духами повязка поможет избежать рвотного рефлекса от ужасной войны разлагающихся трупов и пожаров. Защитит от попадания брызг крови в рот во время драки с зомби, а также защитит от распространения вируса, если он всё же передаётся по воздуху. Штаны лучше выбрать карго или спортивные. Если в рюкзаке осталось место, лучше захватить тёплый свитер, чтобы не замёрзнуть ночью и запасную пару обуви. Полностью собрав все вещи, вам всё равно ещё рано выходить на улицу. Нужно сделать оружие для защиты от зомби. Если у вас завалялся дома топор, то вам повезло, но можно взять большой кухонный нож и крепко примотать его к рукояти от швабры. Такое копьё позволит держать зомби на расстоянии от вас. Это поможет избежать лишних укусов. Также вы можете взять обычный молоток и крепко примотать его к куску палки, сделав его рукоять длиннее. С таким молотком вам не придётся подходить к зомби вплотную, а длинная рукоять увеличит силу удара. Привет, школьные физики! Для дополнительной защиты вы можете взять несколько толстых журналов и скотчем приклеить их к вашим рукам. Такие нарчи спасут от укуса зомби. Перчатки тоже возьмите. Никогда не знаешь, где придётся копаться руками. Теперь вы самый настоящий рыцарь мира зомби-апокалипчиса. Теперь пора выбираться. Чем быстрее вы будете передвигаться, тем лучше. Даже велик будет хорошо. Но какой-нибудь зомби может выпасть на вас из окна. Перейти машину или того, у кого она есть. Выживать в одиночку в мире зомби-апокалипчиса вообще будет сложно. Лучше всего формировать компанию из 4-6 друзей, где каждый возьмёт свои семьи. Таким образом вы организуете свою коммуну, где сможете распределить обязанности по выращиванию еды, строительству и защите поселения. Собираться надо быстро, пока ещё есть время. В городе не так много зомби, а мобильная связь ещё работает. Отлично! Вы обзвонили друзей и решили выживать вместе. Но прежде чем вы отправитесь основывать своё новое поселение, вам потребуется собрать все необходимые для этого инструменты. Разлив ваш новый отряд на небольшие группы по 2-3 человека, вы быстрее сможете посетить все нужные магазины. В продуктовом магазине закупите как можно больше еды. Консервы, крупы из пагетти, питьевую воду и средства личной гигиены. В аптеке купите всевозможные лекарства от разных болезней. В строительном и садовом магазине потребуются различные инструменты для строительства и для вашего огорода. Следующая точка – магазины рыбалки, туризма и охоты. В них много полезного снаряжения, палатки, рации и удочки для ловли рыбы. В спортивном магазине тоже много инвентаря, а также оружие ближнего и дальнего боя. Будет здорово, если вам повезёт найти несколько канистр, чтобы набрать как можно больше бензина на ближайшей заправке. Закупайтесь на все деньги, очень скоро они потеряют ценность и люди начнут просто грабить. Можно подождать до этого момента, но там люди станут более агрессивными и начнут убивать за добычу. А у кого-то может оказаться и огнестрельное оружие. Геройствовать не нужно, но будет здорово тоже обзавестись огнестрельным оружием, патронами, рациями и прочим более тяжёлым снаряжением. Где вы сможете это найти? Можно подумать об охотничьем магазине, но скорее всего хозяин магазина уже закрылся в нём, вооружился и сам бакует всё снаряжение по сумкам вместе со своими друзьями. Но можно, заходя в магазин, проверять будки охранников, а также много полицейских, выезжающих на массовые вызовы, были вооружены. В условиях хаоса можно попытать удачу и проверить оставленные полицейские авто, или встретить зомби-полицейских. Здесь вам и пригодится ваша броня из кожаной куртки и журналов, а также самозельное копьё и молоток. Отлично! Теперь у вас есть всё необходимое. Еды и воды хватит на первое время. Вы полностью вооружены и защищены, и ваш отряд готов к отправке. Если вас едет несколько машин, то лучше весь груз убрать в задние автомобили, а в переднюю посадить ударный отряд из трёх-четырёх человек с дальнобойным оружием. Головная машина будет ехать в 500 метрах впереди, на случай, если попадёт в засаду мародёров. Таким образом, более слабые члены отряда и все ваши вещи останутся в безопасности, а чтобы держать связь, вам помогут новые рации. В качестве нового места, куда вы будете держать курс, лучше выбирать отдалённую заброшенную деревню или ферму. Там меньше вероятности встретить зомби и можно выращивать пищу для вашего поселения. Ещё одним хорошим местом будет старый средневековый замок. Они имеют толстые высокие стены, естественную защиту в виде рек и возвышенностей. Внутри много помещений, где можно жить и хранить ваши вещи, а рядом, как правило, плодородные земли. Да и банды налётчиков не смогут подобраться к вам незаметно. Но следует помнить, что такие удобные и безопасные места привлекают других выживших. Также должна быть возможность заехать туда на машине, причём и на крупногабаритном авто. Если вам придётся оставлять машину снаружи, то уходя сливайте с авто весь бензин и вынимайте аккумулятор. Ну а если вы хотите больше видео про зомби, то обязательно подписывайтесь на канал и ставьте лайк под этим видео. Ну а с вами, как всегда, был Баб Олега. Всем крутых мини-фигурок. Увидимся в следующем видео.